Здравствуйте, дорогие зрители, как всегда мы рады приветствовать вас на нашем канале, где ежедневно рассказываем о самых актуальных событиях в мире, российского и мирового шоу-бизнеса. К сожалению, сегодняшний выпуск омрачен печальной новостью, которая потрясла сердца миллионов поклонников и вызвала огромное сочувствие у всех нас. Сегодня утром стало известно, что прямо во время эфира легендарной телепередачи, поле чудес резко стало плохо ведущему, Леониду Якубовичу. Произошедшее шокировало не только зрителей в студии, но и многомиллионную телеаудиторию, которая на протяжении десятилетий смотрела эту программу. В начале программы все шло как обычно. Леонид Аркадьевич, с неизменной улыбкой и добрым юмором, общался с участниками, загадывал слова и раздавал призы. Но в один момент ведущий внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Ведущие шоу, съемочная группа и зрители в студии были в шоке. На помощь незамедлительно пришли медики, дежурившие на съемочной площадке. Они начали оказывать первую помощь, стараясь стабилизировать состояние Леонида Якубовича. Было принято решение, срочно вызвать скорую помощь и доставить ведущего в ближайшую больницу. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, применяли все необходимые реанимационные мероприятия. Однако несмотря на все усилия медиков, спасти Леонида Аркадьевича не удалось. Он скончался в больнице, оставив за собой огромное наследие в российской культуре и телевидении. Леонид Аркадьевич Якубович был не просто ведущим. Москва, Останкино. Якубовичу этих трех слов было достаточно, чтобы до ведущего капитал-шоу поля чудес, доходили мешки писем. Он не видел ни одного выпуска программы, которая выходила в эфир с 1991 года, но каждый раз своей харизмой, остроумием и доброжелательностью создавал атмосферу, которая полюбилась миллионам зрителей. Свою роль Леонид Аркадьевич, всегда считал второстепенной, призванный вершить главную цель, создавать хорошее настроение у зрителей. Он говорил, что термин популярность ему не нравится, правильнее говорить узнаваемость. Но для многих поколений он стал настоящим символом телевидения. Леонид Якубович был не только легендарным ведущим, но и заслуженным артистом РФ, сценаристом театра и кино, общественным деятелем, который внес огромный вклад в развитие культуры в нашей стране. За свою карьеру он получил множество наград и премий, признание коллег и любовь миллионов зрителей. Прощание с Леонидом Аркадьевичем будет проходить в Москве, дата и место будут объявлены позднее. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и всем поклонникам Леонида Якубовича. Его уход стал огромной утратой для всех нас. Леонид Якубович, навсегда останется в наших сердцах как человек, который умел дарить радость, свет и добро. Его работа на телевидении стала эталоном профессионализма и человеческого тепла. Мы будем помнить его всегда. Леонид Аркадьевич Якубович был не просто ведущим. Москва, Останкино. Якубовичу этих трех слов было достаточно, чтобы до ведущего капитал-шоу «Поле чудес» доходили мешки писем. Он не видел ни одного выпуска программы, которая выходила в эфир с 1991 года, но каждый раз своей харизмой, остроумием и доброжелательностью создавал атмосферу, которая полюбилась миллионам зрителей. Свою роль Леонид Аркадьевич, всегда считал второстепенной, призванной вершить главную цель – создавать хорошее настроение у зрителей. Он говорил, что термин «популярность» ему не нравится, правильнее говорить узнаваемость. Но для многих поколений он стал настоящим символом телевидения. Его путь на телевидение был долгим и интересным. Десять лет Леонид Аркадьевич отработал на заводе имени Лихачева, и все это время писал юмористические рассказы и сценарии. Его произведения доходили до публики, благодаря таким известным артистам, как Владимир Винокур и Евгений Петросян. На театральных подмостках ставились его пьесы, а в начале 80-х Якубович сам стал актером, снявшись с Натальей Гундаревой и Виктором Проскуриным в картине, однажды 20 лет спустя. В молодости Леонид Аркадьевич прославился как сценарист программ «А, ну-ка, парни, я, ну-ка, девушки», а также ведущий конкурса «Красоты. Московская красавица», на котором первые два места достались Маше Калининой и Оксане Фандери. В 1991 году его пригласили в «Поле чудес», и с тех пор он ассоциируется именно с этим шоу. Знаменитый черный ящик и букеты для женщин – идея телеведущего. Руководитель и автор проекта Влад Листьев в свое время одобрил организацию музея, куда отправлялись многочисленные подарки от участников. Там Леонид Аркадьевич, кстати, ни разу не был. Коронная фраза шоумена «Да ладно!» привлекла столько внимания поклонников, что стало мемом. На платформе YouTube популярны не только короткие видео, где Якубович произносит знаменитое словосочетание, но и 10-часовой ролик, в котором повторяется фраза, прозвучавшая в разных выпусках шоу. В 2022 году «Поле чудес» должно было трансформироваться в наше поле чудес. Перезапуск проекта наделал много шума, однако Якубович поспешил успокоить публику, пообещав, что больших изменений не предвидится. Так и произошло после расторжения контракта с телекомпанией «Вид», удалось сохранить и название шоу, и привычный формат. Со временем в послужном списке звезды экрана появились, передача анализа недели, и шоу талантов «Я могу», «Игры колесо истории угадайка». Он произносил вступительное и заключительное слово, в коллекции Первого канала, вместе с Александром Стриженовым вел программу «Звезда на звезде». Кипучей энергии артиста хватало и на пополнение фильмографии, написание пьес и участие в постановках театра «Миллениум». Любимыми работами артист называл роль в спектакле «Будьте здоровы», месье и роль дедушки в фильме по авторской повести «Дедушка моей мечты», где он выступил и в качестве продюсера. В 2019 году Якубович снял фильм о летчиках, но не об обычных, а о легендарных ночных ведьмах, служивших в бомбардировочном полку, во время Великой Отечественной войны. В основу документальной ленты, лег эпизод освобождения Беларуси, откуда родом предки Леонида Аркадьевича, со стороны отца. В том же году российские аниматоры, сделали его героем игры Mortal Kombat. Главный босс файтинга в финале, отказывается сражаться с Якубовичем и убегает, прихватив призы. Все плюсти до сих пор популярна шутка, Якубович расстроен, получившая начало от рекламного ролика, в основу которого легла концепция, повествующая о невыносимых терзаниях Леонида Аркадьевича, испытываемых от того факта, что зрители все еще переплачивают за спутниковое телевидение. В 2020 году увидела свет, книга артиста плюс-минус 30, невероятные и правдивые истории из моей жизни, на страницах которой он рассказал о многом, в том числе и своей помощи в качестве пилота, военным во время афганской и чеченской войн. О славе, сцене и непростых моментах в творчестве Леонид Аркадьевич, поразмышлял со своим старинным приятелем Львом Лещенко, во время съемок документальной ленты «Все, что в жизни есть у меня», приуроченной к 80-летнему юбилею певца. Создатели проекта решили поэкспериментировать, и представить зрителю историю жизни Лещенко, через диалог с его приятелем. В конце 2022 года, стало известно, что Эдуард Баяков предложил телеведущему, сыграть главную роль в скупом в новом театре. Якубович предложение принял, и ему доверили также художественную обработку этой пьесы. Леонид Аркадьевич, написал несколько монологов для своего героя. Премьера состоялась в 2023 году, и стала большим успехом. Мы будем помнить Леонида Якубовича как удивительного человека, который на протяжении десятилетий дарил нам радость, и хорошее настроение. Его вклад в развитие российского телевидения и культуры, невозможно переоценить. Прощание с Леонидом Аркадьевичем будет проходить в Москве, дата и место будут объявлены позднее.